27 сентября 64 года до Рождества Христова, вечер, почти ночь. Раньше я никогда не вел дневник, но говорят, что может помочь мне вернуть утерянные воспоминания. Кроме того, письмо проясняют разум. Так проще отличать факты от собственных выдумок. Итак, это вторая глава. И вновь я дома, спустя 10 лет отсутствие. Дом к моей радости совершенно невредим. Отлично. Незваный гость. Другой крыши над головой у меня сейчас нет. Нужно зажечь свечи и осмотреться. Хорошо. Зажечь свечи. Кто не помнит? Так, новая запись дневники отца нигде не видно, но не уж, что я и правда рассчитывал. 10 лет назад он испарился, но оставив никакой. А чего никакой? Прочитал. Дом производит странные впечатления, хотя он совсем не изменился. В темных заколках моего сознания пробуждается страх, но причин я пока не понимаю. Так. Однако, воспоминаю, они должны вернуться. Так. Меня заверили. Может, тогда я пойму, что произошло с моим отцом. Так. Дневник. Нажмите пробел, чтобы продолжить, чтобы прочитать дневник. Только у нас записывает у нас и мысли важную информацию. Вот так как магнитофон в первой части. Итак. Зрители, кто не помнит, это вторая глава игры. Зверь внутри. Зверь внутри. Так. Ну, давайте посмотрим. Зажечь свечи. Зажечь свечи. Предмет добавлен в винтарь. Так. Икс, чтобы зажечь спичку. Так. 12 спичек. Давайте посмотрим, что у нас в дневнике. Да, 12 спичек у нас. И вновь у дома. Так. Дом производит странные впечатления. Над головой у меня сейчас нет. Понятно. Понятно. Значит, как я могу взять свечку с этой свечкой и уже сам ходить. Стоять. Бутылёк. Нечего хорошего. Так. А зачем нам туда? Если нам надо зажечь свечи. Ну, страшно. Так, так, так. Посмотрим. Мама божа. А, кстати, что только мы находили наверху. Это подарок от друга. Так, ладно. Так. Он понравился. Он воспринял как плохой намёк. Стоп. Нет. Этот подарок от партнёра моего отца. По-моему, его звали Джордж. Когда я был ребёнком, судьба сыграла с ним злую шутку. Ну, и подумать страшно. Ну, страшно подумать. Ну, ладно. Не будем зацикливаться на этой статуэтке. Раз она нам не нужна особо. Вот, кстати, вроде тот ангелок, который мы искали. Свеча. Раз, свеча. Так. Отец иногда оставлял его рядом с дверью в спальню. Ну, это означало, что его нельзя беспокоить. А значит, что он спит. Ага. Так. Ну, эту кровь, кстати, мы видели. Однажды я разозлил отца, и он кинул эту фигурку мне в голову. Кажется, ангел пострадал сильнее, чем я. Вот у него ноги отлетели, и кровь осталась. То, что мы видели. Так. Закончить осмотр. Зажгём свечку. Это что за листок? Нельзя, да, посмотреть? Пока. Ну, бог его знает, что-то. Так. Не то. Вот. Предмет добавлен в инвентарь. Это спички были. Так. Там ещё какой-то камень. Или это свёрток бумаги. Потратил просто так. Это что это? Как это зуб? А нет. Это какой-то лебедь. На свет, на свет, на свет. Поджечь? Ну, поджигается. На свет, но это книга. Нет, это эмблемка какая-то письмо какая-то. Это опять не то. Ладно. Так, здесь мы посмотрели. Ну, там не менее, нам сейчас свечи надо зажечь. Давайте. Зажгём. Так. Что-то ничего хорошего пока нету. О, это же фонарь. Летучая мышь. Конечно, взять. Предмет добавлен в инвентарь, чтобы зажечь керосиновую лампу. А нам зачем её сейчас зажигать? Это если мы только куда-то пойдём. Так. Это бесполезная книга. Ну, вот здесь можно, кстати. Часы 10 вечера. Так. А вот, кстати, в углу-то и появилась. Что керосинка-то у нас не бесконечная, оказывается. Кто мы тут? Так, так, так. А так как вот её поставить-то? Лебеди какие-то летят. Ага. Так. Подушку. В сторону. Так. Бельё. Ну, 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 ну. Что, разок попробуем давать у бельё. Следующее. О, спички. Так. Что у нас здесь? Бельё. Так, это мы видели. Кстати, вот в некоторых старых часов снизу тоже раньше открывалось. Ну, это, видимо, предок мой. Вот, кстати, вот такую уточку мы там видели. Я за зуб её принял. Давайте мы это парохлишко сразу выкинем. Оно нам, наверное, не понадобится. Вот так. Что там? Какая-то штучка. Опять что-то не то. Блюдо дня тоже мне. Так. Посмотрим. Книга. Так. Опа. Оп. Так. Там хоть вроде ничего нету, ну так. Ладно. Стоп. Где-то. Схватил. Нет. Чё, разок схватил? Ну, ну, ну. Нет. Чё, разок схватил. Чемоданы. Закрытая дверь. Ой, наверх-то страшно идти. Вот, кстати, на Бодрова похож. Отсюда. Серёга. Так. Куница. Посмотрим. Кстати, а если камин зажечь... Вот, наверное, ещё спички. Вот, кстати, это керосинку заправлять, это я уверен. Так что, хорошо, что мы отсюда ещё не ушли. Ой. Ой-ой-ой. Так. Так. Эх, я вам сюда не могу взять. Ладно. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Пойдёмте к свечке. И посмотрим. Записки. Фотографии из шахты. Так. Джейкоб Хайди Джордж. Уайтхед. 4 апреля 1840 года. Раз, два, три, четыре. Четыре тела. Мой отец и его партнёр. Несколько дней спустя, после открытия... Перитовой шахты. Так. Ну что ж. Они вдвоём. И написано, что они вчетвером были. Хотя вот если присмотреться, вот тут вот тоже... Что-то есть. Ну ладно, не будем на этом зацикливаться. По ладошку. В сторону. Так. Чё тут можно... Кресло. Если вы думаете, что я боюсь... Нет. Я ужасно боюсь. Если на меня кто-то нападёт... Пусть лучше в окно будет открытым. Так. Бросить. Так. Спички. Опять же. Бросить. Добавлен. Бросить. Подальше. Что у нас здесь? Он вращает. Ну... Не то. Не то. Вот. Кстати. А как тебя? Чё, не поставить что ли? Тебя не поставить. Так. Так. Ещё спички. Так. Ставить тебя? Так. Так. Ладно. Последний. Чем вот у вас нельзя поставить. Не ставить. А зажигаешься? Клин, там. Укажите так. Затем тяните, толкайте мышкой, чтобы передвигать тяжёлые предметы. А, вон она чё, Михайлович. Вот тут самому надо отходить, чтобы тянуть тяжёлые предметы. Вот так вот. Стой там. Посмотрим, что у нас здесь. Опять фотография? Ну, вроде, в ней ничего такого нету. Особенно. Ой, я беспорядок навёл. Что мы здесь имеем? Какую-нибудь записку, книгу. Так. Шкалики. Так, вот их, значит, здесь тоже. Так. Ну, пакостники. Ну, ладно, в своём же доме пакостник. Подвигаем кресло. Опа. Так, а, кстати, да. Мы же здесь ещё не посмотрели всё. Добавить предмет в инвентарь. Здесь чё? Здесь ничего. Здесь стена. Так. Так. Утюг. Если здесь какой-нибудь призрак появится, так утюг не точно не поможет. У него смысл кидаться-то. Так. Да не тот и взял. Так. Читать. Контракт о выкупе земли. Свидетельство номер 12. Департамент земельных отношений. Город. Лейнфилд. Штат Ньюгемпшир. 4 мая 1839 года. Настоящему удостоверяется, что в соответствии с законом Конгресса, принятым 18 января 1838 года, его заглавленным, закон об обеспечении передачи публичной земли фактическим поселенцам. Джейкоб Хайт осуществил выплату в полном объеме 400 долларов 320 акров по цене 1 доллар 25 центов за акр. И таким образом подтверждается, что при предъявлении данного свидетельства комиссару Главного управления земельных отношений, вышеуказанный Джейкоб Хайт, должен считаться обладающим правом собственности на описанную высшую землю Джон Нортон. Так. Мой отец купил эту землю практически за бесценок. Его друг, судья Нортон, подписал договор о заключении и заключил сделку. Вот так и решился вопрос в те времена. Так. Чтоб скрытое послание. Давайте. Джону пришлось доплатить еще две сотни, чтобы все устроить. Мой отец знал, что под землей находится перед. Но искал состоятельного партнера, чтобы открыть здесь шахту. Тогда-то он и познакомился с Джорджем. Затем отец построил гостиницу и в какое-то время дела шли в гору. Хорошее было время, но боюсь его уже не вернуть. Это мы заберем. Это мы заберем. Так. Чего у нас здесь? Ничего. Бросить. Зачем темно можно. Бросить. Да я не тебя хотел, а стучки хотел. Вот здесь вот, по идее, вот так вот. Если думаете, что я спички зажигаю в целях экономии, не совсем так. Просто темно, ты не боюсь. Так, так, так. Так, смотрим. Что у нас? Стол-то, наверное, секретом будет. Так. Газета. Ничего интересного. Ничего интересного. У меня почему-то кажется, что стол секретом будет. Так, вот. Опа-опа-опа. Так, после происшествия на шахте этот кошелек обычно пустовал. Так. Так уж вышло, что после происшествия на шахте гостиница практически перестала пользоваться спросом. Отец отчаивался все сильнее, поскольку мы были на грани банкротства и нас могли вынудить продать нашу землю. К счастью, этого не произошло, потому что у меня до сих пор есть крыша над головой. Так. Ну, закончить осмотр. Я даже не знаю, он нам так-то не нужен. Он нам отнял прокута. Просто вот эти вот утолщенные стенки, вот, я же говорил, есть, есть. Не могло не быть. Так. Что у нас здесь? Так. И. Может, какой-то ценный договор был. Так. И. Кто у нас здесь? Я как сам по-отергейски тут разбрасываю вещи только. Все. Думаю, что при виде не надо бояться. О! А я ее даже не видел. А я хожу тут. Так. Обсервис. Наверху. Что там такое? Ну, только свечку зажег, а вы уже тут. Дьем. Так. Без паники. Не надо лишних слов. Не надо паники. Если что, свалим через окно. Ну, кресло. Ну, это паники. Это паники. Вот так. Так. Где пробел? Нас не догонят. Так. Я туда пока не хочу идти. Так. Здесь я все вроде осмотрел. Вращаем, вращаем, вращаем. Ничего интересного. Так. Бросить. Бросить. Бросить это не было. Да, рано и дело. Так. Пока давайте. До конца. Ну, ты как? Как тебя поднимать-то? Что у нас здесь? О, опять керосинка для лампы. И... Как я не прав? Ну, да, керосин для лампы. Что плетучую мышь заправлять. Так. Вот-вот. Вот. Но в прыжке там она вряд ли, да? Ага. Наверх. Тут закрыт. Ну и слава богу. Так. Давайте зажгем здесь. У меня здесь никто с картин не смотрит. Так, если я так побегу. Потом вот так. Я хоть успею убежать. Все завалено. Так. А, вот так. Книга. Нет. Она нам не нужна. Во второй этаж. Ага. Поднимусь. А как же? Сейчас я боюсь, да. Не буду скрывать. Небольшой страх появился. Так, так, так. Это закрыто. От себя. А. Это та дверь, которая завалена. Так. Что у нас здесь? И... Вонючий антиквариат, оставленный отцом. И что же мы видим? Мы видим. Так. Ну-ка, давайте на свет сюда. Осмотрим. Вот. Однажды я попробовал курить. К сожалению, отец узнал об этом. И заставил меня скурить целую сигару. Мол, я должен понять, каково это быть взрослым. Все ночь меня рвало. И больше я к этой трубке не притрагивался. Ну, конечно. Если тебя болевать хочется с меня. Все. Она нам так-то не нужна больше. Так что. Ну, давайте посмотрим, что так трубку мы... Так. Таблетки. Таблетки, я так понимаю, что таблетки. Или нет? Так. А мы там... Передим. Ничего хорошего, ничего полезного. Здесь закрыт. На второй этаж надо все-таки идти. Там что-то брекал. Нас страшно. А жуть. Я бы он туда бы сходил. А он не может почему-то сдвинуть этот шифонер. Так. Планом и так уже многое нашли. Всего. Но я здесь никакая тварь не выпадет на меня. Так, так, так. Узади. Так, проклятый ветер. Проклятый ветер. Ну что, ну давай закроем. Опа. Опа, это он сам уже. Вот. А я не что-то сделаю здесь. Это частная собственность. Так, осмотреть территорию вокруг дома. Он падла ходит еще, смотрите. Не спеша, как будто он же самый главный. Но мы-то знаем, что самый главный здесь и я. Так. Там что? Угу, понятно. Здесь что? Закрыто. У меня, как понимаю, по мере надо обнести возможности будут открываться эти двери. Так. Так. Уже закрыто. Так, осмотреть. Подавайте новую на все эти осмотры. Так, так, так. До сих пор не знаю, зачем мой отец стал их собирать. Ну, кстати, это вторая фигурка с ангелочком. Ну, мне кажется, какая-то надпись вот здесь вот на боку. Так. Надо на свет ее. Давайте спустимся на свет. Посмотрим. Так. Ничего не вижу, чтобы могло привлечь мое внимание. Ладно. Поставим. Беспокойного ангелочка. Так, что у нас? Горшок. Так. Присядем. Так, так, так. Так, так, так. Тут у нас ничего нет. Ладно. Вот. Вот. Даемая. Серебренный подсвечник, что нельзя против вампиров. Спички. Так. Раз-два-три. Этот человек явно что-то хочет. Пойду поговорю с ним. Пойду, конечно. Я вышел топор. Бузял, кстати, топор на чердаке. Так. Опять это уточка. Так. Угу. Ну-ка, иди сюда. Так. Так, стул. Второй стул. Так. Что у нас здесь? Понятно. Что у нас тут? Тоже понятно. Так, раз-два-раз-два. Закрыто. Так, так. Это стулья мне тут мешают. Так. Шкаф. Закрыт. Стулья. Дверь закрыта. Тифонер. Сервант. Дремо. Называйте как хотите. Так, так, так. Есть. Опять что-то схватил. Хапа, что ты хапа. Тифография, что-то. Ну, походу, я вот. Так. Здесь. Ничего ценного, ничего хорошего. Я как понимаю, тут по ценности, то очень мало раскидано. Так. Вот. Хорошо, что мы сразу здесь. Так. Мы с отцом стоим напротив его гостиницы. На фото мне семь лет. Джейкоб и Николас. 12 мая. 1843 года. Ну, давайте посмотрим, где мы тут стоим. Вот, кстати, похож на того мужчину, которого мы видели. Он отругал меня за то, что я корчил. Рожи и кривил спину. Хотя, видите, стоять ровно не могу. Именно он. Отец устроил мне сбучку, которую я не заслужил. Так, понятно. Пусть горит. Гори, гори. Так. Тут стулья у нас посередине. Жалко, что тут не совсем видно. Так. Ладно. Так, на себя. На себя. Куда он делся? Ну, ушел. Куда-то мы когда в первой части обходили территорию, знаем, куда он мог уйти. Так что... Так, 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 тихо. Без ружья-то. Ты что так кричишь? У тебя ружья-то даже нет. Он указывал на сарай. Возможно, он пошел туда. Возможно. Так, ну-ка, где у нас дневник? Во дворе никого нет. Мужчина словно в воздухе растворился. Пойду вокруг дома. Вдруг он просто куда-то спрятался. Кажется, он указывал на сарай. Может, там что-нибудь найдется. Да что-то там найдется, господи. Огни, керосин, старая лампа, спички. Может, партийсь в спички. Как моя эмблемка. Очень похоже. Ладно, не будем об этом. Так. Так, ну, давайте сначала посмотрим рядом с колодцем. Он тут шарился. Вот, кстати, лампу вот эту взять бы. И спички не надо тратить. И керосин. Так, ладно. Лампа не берется. Здесь тоже ничего. Ой. Это что, соседский дом? Так, подождите. Он ушел в ту сторону. Так, так, так. Минутку, минутку. Так, дать им с мыслями собраться. Керосинка мне здесь не нужна. Вокруг дома-то ходить. Так. Так, минутку. Найти взглянуть здесь. Дорога, канала. Там. Мне почему-то кажется, что... вот эта прилегающая территория нам еще понадобится. Смотрите, что-то горит. Кто-то там есть. Нет? Ага. Значит, территория обширная. Итак, ладно. Сейчас не об этом речь. Он ушел в сторону сарая. Так, света горит. Кстати, играю ночью. Очень даже, знаете ли, страшно. Так, дверь закрыта. На меня там никто не смотрит с той стороны. Никто. Так. Ах, ну-ка еще разок. Сверкни. Нет, вроде как нет никого. Да, ночью в тишине играть в наушниках, когда ты весь в игре. Это просто замечательно, знаете ли. Так. Ну-ка, ну-ка. Вот, ну-то царай, куда он уходил. Удерживайте, чтобы бежать. Ну, давай. Кстати, он там закрыт был. С другой стороны надо было проходить вот так в окружную. Но сейчас он именно так открыт. Так. Пошь. Так, 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 осмотреть сарай, осмотреть сарай. Я боюсь, не вообще подходить. Хоть у меня есть керосинка, спички. Обосраться можно. Главное не стереть. Вой заору. Всех своих домочадцев разбужу. Игра ночью это. Это. Так, ну-ка и сюда. Вот так. И ты иди сюда. Вот так. Как-то рябку какую-то беру я. Так, теперь. Бачонок. Кстати, топор нет. Блин, показал, что топор торчит. Уже обрадовался. Потому что я боюсь. Не призрака боюсь, конечно. Я боюсь живых. Да вот кто знает, кто живой он или призрак. Вот так. Давайте возьмем это у нас кусачки. Проволоку, металл, замки. Все урежет. Ну, по крайней мере, долго. Так. Присесть. Присесть. Ага. Ага. Кстати. На всякий случай еще осмотреть. Почему я, кстати, спички не зажигаю, не знаю. У меня здесь темно. Везде темно. И поэтому я очень хорошо пока что все вижу. Поэтому пока я ничего и не зажигаю. Потому что переселение зрения не пойдет сразу. И вот тогда-то можно будет обосраться. Вот так. Вот он нам и пригодилось. Так, но его здесь быть не может. Раз он замок заперт. Снаружи. Это потом посмотрим. Для начала вот возьмем. Так. Так. Ох, я даже боюсь. Там поди куски мяса. Страшно. Аж жуть. Так. Что это? Так. Может, врачи... Так, это читается? Чудовищное преступление потрясло миролюбивых местных. Вызванный в гостиницу помощник шерифа подтвердил пакт гибели мужчины на протяжении последних нескольких недель. Джон Нестерн считался пропавшим без вести. Мучитель проявил необычайную жестокость. Жертву жертву было перерезано горло по всему телу. Обнаружены многочисленные ранения и ожоги, свидетельствующие о продолжительных пытках. Вот, кстати, я подобное уже видел недавно жесткое убийство здесь. Джон Нортон. Кажется, он вот так... Мужчину словно вот так во дворе никого. Мужчина словно в воздухе и растворился. Ну, да, продолжительных пытках. Утюг. А ведь придется открывать. Придется, как бы, время не тянуло. Ну, ладно. Молоток. Спички. Спички. Это шляпа моего отца. Подвал. Это какая-то подсказка. Нужно разобраться. Но мы не уходим оттуда. Почему вас выкинул? Не хочется мне гоняться за этим бродягой. Внух и ночью пойду-ка я в дом. Какой-то красный кружочек у нас... Спуститься в подвал миссия. Какой-то красный кружочек у нас был. Так. Трубу бы взять. Бросить. Бросить. Даже нечем защититься. Так. Отвал. Что за красный кружочек, кстати? Запись какая-то или что прошло? В настройках это вроде нигде не оговариваться. Что за красный кружочек. А я думаю, на сегодня пока хватит. О дальнейших похождениях в наш подвал мы узнаем из третьей части. До свидания. До свидания. Подписывайтесь на мой канал. Games on Epic. Ставим лайки. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok